В северо-восточном Техасе не менее четырех человек погибли в результате целой серии смерчей, которые пронеслись по территории от городка Амарильо до поселка Матадор в округе Мотли. Как пояснили синоптики, на этот раз в этой части Великих Равнин имело место редкое и разрушительное сочетание сразу нескольких торнадо с ветром ураганной силы и мощным градом размером более 10 сантиметров. В районе городка Джейтон скорость ветра достигала 175 километров в час. Помимо погибших, еще минимум девять человек получили травмы. Разгул стихии также повлек за собой масштабные разрушения. Множество жилых домов повреждены, нарушена инфраструктура, повалены деревья, оборваны линии электропередач. Тысячи жителей остались без электричества, хотя точное число сейчас уточняется. Ситуация в Техасе усугубляется нестерпимым зноем, который пришел в штат с началом лета. В отдельных округах синоптики зафиксировали температуру воздуха до 46 градусов Цельсия. Компании-поставщики энергии призвали население по возможности экономно расходовать электричество из-за риска того, что система электроснабжения не выдержит нагрузки. У себя дома мы повысили температуру термостата до 24 градусов Цельсия и следим, чтобы дети с ним не играли. Я думаю, важно экономить электроэнергию, чтобы избежать постоянных плановых отключений. Мы ведь не хотим остаться без электричества надолго, так что пытаемся делать, что можем. Натиск торнадо в округе Мотли произошел всего шесть дней спустя после того, как три человека погибли и более ста получили травмы в городе Перитон, тоже на севере Техаса. Здесь с 15 по 17 июня также были разрушены целые жилые кварталы. Местные муниципалитеты только начинают оценивать объем нанесенного ущерба. Аналогичные разрушения, но, к счастью, с меньшим числом жертв, произвели смерчи, которые обрушились на соседний штат Миссисипи. Тем не менее, в графстве Джаспер один человек погиб и более 20 были травмированы. Смерчи сопровождались мощными ливнями и наводнением. Вследствие этого многие жилые районы оказались отрезаны. Во многих из них затоплены автодороги. И власти могут оценить ситуацию, только запуская в район бедствия дроны, оснащенные видеокамерами.